Друзья, приветствую всех на канале Ataman of Life. Сегодня снимаю очередное видео, в котором хочу вам рассказать, как в Германии можно при помощи вот этих карт, это мои карты, две коммерц-банки и шпаркассы, снять деньги в обычном продуктовом супермаркете. Если вам интересна эта тема, то вы узнаете сегодня все в этом видео, если, конечно, досмотрится до конца. И не забудете поставить, как всегда, что? Правильно, лайк. Я не знаю, известно ли вам это, либо неизвестно, но это будет, возможно, интересно тем, кто приедет сюда в Германию и будет пользоваться любой из карт любого банка Германии. Это Jiro Conta, это дебетовая карта. И если вы приходите в магазин и хотите оплатить карты, то это можно очень просто сделать, как и в любой стране, так и в Германии. Но, есть одно но. Если вам вдруг понадобились наличные деньги, которых у вас нет, а вы должны кому-то эти деньги отдать, либо они вам просто нужны, наличные деньги, то вы можете в обычном продуктовом магазине, где есть автомат по оплате через карту снять деньги наличные. Как это все происходит? При покупке того-либо иного товара вы говорите продавцу, что вы хотите также взять деньги наличными. И продавец вам эти деньги выдает. Вы называете сумму, и эта сумма засчитывается к стоимости покупки. То есть, если вы купили на 20 евро, хотите снять 50 евро, то у вас посчитают минус карты 70 евро. 50 вы получите наличными, и 20 вы заплатите за покупку. Но есть определенные ограничения по этому поводу. Что это за ограничения? Вы можете... Первое ограничение, да, первое. Вы можете снять деньги с карты, сделав покупку более чем на 5 евро. Покупка больше 5 евро, пожалуйста, можно снимать деньги с своей карты. То есть, брать наличные. Прямо в супермаркете, в продуктовом магазине, где вы покупаете продукты. Еще раз повторяюсь. Второе ограничение, это то, что есть определенная сумма, верхний предел, который сумму вы можете снять. И верхним пределом является 200 евро. То есть, вы можете снять, начиная с покупки 5 евро, от 5 евро до 200 евро вы можете снять в магазине продуктовом. Эта информация стопроцентная, потому что я сам лично пробовал снять большую сумму, и мне сказали, что возможно только максимальная сумма 200 евро. Я пробовал это делать не в одном магазине, в нескольких, а точнее в 4 различных магазинах. Везде одинаковая история. Можно снять сумму не более 200 евро. Но можно сделать и по-другому. Если вам нужна большая сумма, то вы делите вашу покупку на 2 части, может быть на 3 части, и вы можете снимать по 200 евро с каждой покупки. То есть, если вы закупаетесь в магазине, грубо говоря, на 12 евро, вы делите визуально, чтобы у вас первая покупка была, первая часть покупки была 6 евро, и снимаете 200 евро. И вторая часть покупки, чтобы у вас была тоже приблизительно 6 евро, то есть должно быть после больше 5 евро, тогда тоже вы снимаете 200 евро. Если вам нужно еще большую сумму снять, значит вы делаете покупочку немножечко больше, чтобы у вас тоже получилось больше 5 евро, Снимайте еще 200 евро. Так работает. Это тоже информация была мне предоставлена от продавца одного из магазинов. Если вы делаете две покупки, пожалуйста, снимайте еще раз 200 евро максимально. Так что, друзья, вот такие небольшие лайфхаки и такие два ограничения, которые действуют при съеме денег здесь в Германии с карты, с дебетовой карты в любом продуктовом магазине, в любом продуктовом супермаркете. И не только, я думаю, что я только пробовал в супермаркетах продуктовых это делать и без проблем снимаю деньги, когда они мне нужны. Главное дело, чтобы эта сумма у вас была на карте. Если вам понравилось это видео, как всегда, ставим лайк, подписываемся на канал Артамон Флайф. Я желаю вам всего доброго, всего хорошего, до встречи в моих новых видео и без бальд. Чус!